Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня с вами грибочки с сердечками куриными. Я вообще обожаю куриные сердечки. Еще заправила это все в сливочном соусе. Получается очень нежно. Я вообще обожаю сливки, сливочный соус. Это просто для меня самое вкусное. Как это вкусно! Еще у нас здесь миди и лучок. Обожаю сердечки. Сегодня я должна уже наконец-то сходить. Посмотреть пару заведений. Где как раз-таки я собираюсь делать день рождения. Но мама хочет, чтобы это обязательно был кабинет. Чтобы нас со стороны никто не видел. И мама говорит, самое главное, чтобы было недалеко от дома. Я решила с родственниками отмечать отдельно. К сожалению, папа еще не приехал. До моего дня рождения он пока что не приедет. Приедет чуток попозже. Это нечто. В общем, надо посмотреть пару заведений. Даже дело не в цене этих заведений. Самое главное, чтобы все было комфортно, красиво, удобно. Можно сделать там же, где мы делали гендер-пати. Например, для жены брата. Но дело в том, что мне не очень понравились там официанты. Они какие-то тормознутые. В том плане, что они сначала принесли, например, картошку фрим. А потом, где-то через час, принесли кетчуп. В общем, все как-то странно делали. И еда тоже у них невкусная была. Не понравилось мне. Поэтому хочется, чтобы было и вкусно. Вообще, для меня идеально вкусно это заказать роллы. Заказать 4 пиццы, например. Клаб-сэндвичи. Шаурмы несколько. Разложить все на столе. И все, пригласить гостей. Заказать из тех доставок, в которых ты прям уверен на 100%. А иногда идешь в ресторан, пробуешь какое-то блюдо. Не получаешь никакого удовольствия. Немножко странные мидии. Слишком сильно пожаренные. Это просто другая доставка. В общем, насчет дня рождения тоже уже надо что-то думать. Я выставила опросник в своем инстаграме. Здесь вы можете задавать мне вопросы, из которых я выбираю себе на мукбанк. Тут очень много интересных вопросов. Обычно я выбираю вопросы, на которые можно ответить не просто одним словом. Например, вот девочка задает вопрос суши или мак. Не знаю, суши, наверное. Вот. Я выбираю какие-то вопросы, которые можно прям порассуждать. Как быстро развить свой канал? Смотрю на Бум канал и каждое видео набирает больше 10 тысяч просмотров. Честно? Я очень довольна своим бумажным каналом. Там видео не стоят, они набирают. Учитывая, что у меня всего 12 тысяч подписчиков, видео набирают по 15 тысяч, некоторые по 20. Только одно видео, там мало набрал, но оно совсем неинтересное. Просто меня пару человек просили снять это видео. Я сняла. Вы знаете, особо такого секрета, если честно, нет. Просто самое главное, постоянство. Стараться не пропадать. Например, сняли вы видео, 3 месяца вас нет на канале, например, ничего не снимаете. Потом опять одно видео. Это не дело. Нужно постоянно снимать видео. Например, в неделю одно видео минимум у вас должно быть. Противным случаем канал будет неживой. Я не знаю, как у меня получается. Дело в том, что я просто очень люблю то, чем я занимаюсь. Очень. Меня элементарно парень спрашивает, говорит, что тебе купить на день рождения. Как вы думаете, что говорит Айка? Айка говорит, давай пойдем купим мне канцелярию. Еще один набор с маркерами. В скетчбуке. Тетрадки. То есть не то, что я просто это делаю чисто для просмотров. Я просто от души это люблю. Люблю настолько сильно, что готова даже до 4-5 часов утра сидеть и рисовать эти бумажные сюрпризы. Хотя труда вложена немеренно. Ммм. Ммм. Следующий вопрос. Сколько ты весишь на данный момент и как удается сохранить вес? Не знаю, вот честно, абсолютно не знаю. В последнее время снимаю всего по одному мукпанку в день. На мой взгляд это немного. Но были времена, когда я снимала по 3. Прикиньте, 3 мукпанка. Сейчас просто моя любовь делится на 2 сектора, на 2 моих канала. Поэтому так много снимать не получается. Чисто по времени. А так снять я могу. Тема у меня всегда есть. Блюдо мама может приготовить. Я не сижу на диетах. Например, вчера в 2 часа ночи я проснулась. Делала себе 3 бутерброда таких больших. И села. Сказать, что я занимаюсь спортом. Что у меня прям целый день я такая, знаете, в бегах. Нет. Мне кажется, это больше генетика. У меня, например, брат тоже такого же телосложения, как и я. То есть он никогда не был полным. Папа тоже. Когда я ходила, проверялась. Недавно. Наверное, полгода где-то назад. Просто мне пишут в комментариях, так много фастфуда ешь. Наверное, у тебя проблемы со здоровьем. А ты даже не знаешь. Я как-то решила пойти к эндокринологу. Там провериться и все дела. Вы знаете, у меня никаких проблем со здоровьем нет. У меня все идеально. Единственное, там витамин D пониженный. Кальций. Ну а так, никаких проблем с желудком и всеми остальными органами у меня нет. А иногда бывает человек, вроде как нормально питается, у него проблема. То есть это, опять же, может наследственность, может врожденность, я не знаю. Но мне часто пишут, у тебя, наверное, очень большие проблемы со здоровьем. Ты вот так вот питаешься. Не в курсе, не проверяешься. Да, я фастфуда ем много. И согласна, что это вредно. Например, врачи говорят, нельзя кушать много соли. Нельзя есть супер жареное, потому что это приводит к холестерину и так далее. Я беру, например, бабушку мою. Ей 90 лет. И она всю жизнь просто все блюда пересаливает. Настолько пересаливает, что это вообще... Она обожает соль. Вот прям обожает. Всегда у нее мясо прям супер жирно. Я так вот всю жизнь смотрю на бабушку и думаю, по подсчетам врачей, она уже давно должна была, не знаю, умереть, да? У него, конечно, есть свои проблемы со здоровьем, но они никак не связаны с холестерином. Конечно, я не призываю неправильно питаться и так далее. Нет. ПП это всегда хорошо. Вегетарианство это всегда хорошо. Лучше подстраховать себя. Просто меня всю жизнь раздражали комментарии, когда мне люди писали, что вот у тебя сыпь на лице, потому что ты ешь много жирного или много сладкого. Постоянно фастфуд. А что ты хотела? Ты ешь фастфуд, вот у тебя и на лице эти проблемы. А я также продолжаю кушать фастфуд. И сейчас у меня вообще нет проблем. С кожей на лице. Как вы это объясните? Я уже молчу про то, что американские ученые еще в 2013 году доказали, что питание никак не влияет на сыпь на лице. Никак. Об этом есть научная статья и так далее. И люди мне продолжали писать, что нет, это все из-за питания. Я и сейчас до хрена ем фастфуда. Почему у меня теперь идеальная кожа? Очнитесь. Когда я приходила к врачу, врач мне говорил, ну вот у тебя питание, надо за питанием следить. я понимала, что человек просто некомпетентен в своей области. Вот врачи говорят, зачем вы читаете интернет? Не надо читать интернет. Там очень много научных статей. Я могу перепроверить твои слова. Врачам же тоже информация не из космоса идет. Они тоже читают из каких-то источников. Правильно? И который раз я убеждаюсь, идешь к врачу, и врач такой говорит, да не читайте вы всякую ерунду, которая в интернете написана. Слушайте меня. В общем, как-то так. Я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.